Построить дорогу от Клеверного моста на Николаев в объезд одесского поселка Котовского. С такой инициативой выступила Красносельская ОТГ. Однако в громаде нашлись противники этой идеи. Также против выступили несколько местных депутатов. Необходимость строительства подобной дороги понимают все, но некоторых людей не устраивает именно предложенный вариант. Эта дорога должна проходить по берегу Куяльницкого лимана. Вы же знаете, что это курортная зона, это охранная зона. И никто не имеет права нарушать этот закон. Сегодня четырехполосная дорога на берегу Куяльницкого лимана, которая после этого предусматривает еще строительство всех придорожных сервисных объектов, грозит экологической катастрофой. Как видим по карте, небольшой участок дороги действительно пройдет вдоль лимана. Предложенный вариант обозначен зеленым цветом. Куяльницкий лиман – достояние не только Красносельской ОТГ, но и всей области и даже всей Украины. Поэтому проблемой озаботились депутаты на всех уровнях. После проведения многочисленных совещаний и технических консультаций были получены выводы, что вреда для природной зоны не будет. Куяльницкий лиман не пострадает от этого. Во-первых, у нас на сегодняшний день уже долгое время проходит дорога возле Куяльницкого лимана. Я не думаю, что от этого пострадал лиман. Я считаю, что люди, которые рассказывают, что пострадает или лиман, или население – это чисто политика. Несколько десятков противников данной инициативы и генплана в целом, а также одесские активисты хотели попасть на сессию. Однако из-за карантинных ограничений полиция отказалась их пускать. Митингующие требовали снять проект решения с повестки дня и своего добились. Руководство совета пошло им на встречу. Тем не менее, среди местных жителей хватает и сторонников предложенного проекта решения. Сейчас все фуры идут через поселок Котовского. Тем самым создают очень большие проблемы в плане пробок, разрушения дорог и тому подобному. И на сегодняшний день нам в проекте «Большая стройка» предложили решение наших проблем в возведении новой окружной дороги. Помимо того, что это нужно местным жителям, это большое экономическое решение для Одессы и, в частности, Украины. Дорога нужна, дорога целевого назначения. Во-первых, это экономия того же дальнобойщика времени и не создавая пробок по дорогам города. Плюс неразбиваемые дороги села, потому что очень сильно страдают жители села, и личанки которых уже много лет без дороги. Ну и, конечно, создание пробок. Я, как работник скорой помощи, знаю, что такое, когда дальнобойщик поломался на дороге. Однако теперь данный проект будет отправлен на доработку, а потом вновь представлен на сессию. Вопрос в том, что другие три предложенные варианта технически реализовать невозможно, а дорога нужна уже сейчас. Ведь это и дополнительные логистические преимущества, разгрузка транспортных потоков в Одессе и новый экономический толчок для всего региона. Продолжение следует...